Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Б-1Б впервые в истории прибыли в Швецию для проведения совместных учений. Этот момент является историческим, так как Швеция долгое время оставалась нейтральной страной. Самолеты взлетели из авиабазы Ферфорд в Великобритании, на которой сейчас размещаются четыре таких бомбардировщика, и сели 19 июня в Швеции, в сопровождении трех истребителей Gripen. Теперь границы НАТО значительно расширились, что произошло из-за психически ненормального бункерного клоуна. На старости лет, он решился что-то там повторить, но повторялка у него еще не выросла. Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, теперь могут выполнять пуски из территории Швеции или даже Финляндии. То есть в случае чего, такие города как Мурманск и Питер будут стерты с лица земли так быстро, что россияне не успеют понять, что произошло. Начавшиеся в понедельник учения планировались давно, и им предшествовала строжайшая секретность. За два часа до прибытия бомбардировщиков, прибыл грузовой самолет типа Геркулес с примерно пятьюдесятью солдатами ВВС США. Ни слова о том, что произойдет не было, пока бомбардировщики не оказались на земле. Учения показывают, что Швеция и США имеют тесное военное сотрудничество, и способны работать вместе. Согласно учениям, Россия была выделена как самая большая и непосредственная угроза. И по учениям, ей наносился ответный удар со стратегической авиации. Очень приятно знать, что северная граница НАТО надежно защищена, и теперь появление подобных самолетов в том регионе станет более частым. Отработка пуска ракет по российским военным базам даст возможность эффективно действовать в реальных боевых условиях. Следующей нашей целью должно быть то, что мы должны создать демилитаризированную зону на расстоянии как минимум 300 километров, на территории России. И все военные базы РФ на этом расстоянии, должны быть разбомблены, если они не будут отодвинуты. Также РФ должна будет сократить количество регулярной армии и вооружений, чтобы это не несло угрозу НАТО. К примеру, общая армия РФ не должна превышать 100 тысяч человек, также ей должно быть запрещено иметь оружие с дальностью более 150 километров. Такой документ России подпишет после своей капитуляции, которая может произойти в ближайшие пару лет. Но пока что нужно продолжать демилитаризировать РФ, сжечь ее авиацию и бронетехнику. И это у нас хорошо получается.